МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». С главными событиями праздничного дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня особенный день в нашем календаре. 96 лет назад Чувашия появилась на карте как самостоятельная административно-территориальная единица. С этого момента началась новая жизнь целого народа. С тех пор День Республики – прекрасный повод сверить часы. В верном ли направлении мы идем, достаточно ли делаем для того, чтобы Чувашский край процветал. В этом году в конкурсе на право проводить праздник победил Аликовский район. К 96-му дню рождения республики Аликовцы подготовились основательно. За полгода в селе был проведен капитальный ремонт дорог. Благоустроены парки и пруды. Отреставрированы памятники культуры и построен музей под открытым небом. Новые постройки появились. Само село стало чище и лучше. Основательно изменилось все и благоустройство, и все абсолютно – небо и земля. Вот человек привыкает к одному, так и живет. А оказывается, лучше можно жить. Глава республики тоже отметил, что внешний облик села изменился до неузнаваемости. В рамках Дня Республики состоялся концерт Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». Михаил Игнатьев подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют укреплению экономических и культурных связей республики с регионами России. Вся Россия приехала сегодня в Валиковский район. У нас тоже в республике проживают 128 национальностей. Все они живут в мире и согласии, как единая большая семья. И регионы России, народы регионов России представляют свою уникальную культуру. Старинные чувашские песни, импровизированная кража невесты и другие древние обряды. Организаторы постарались сделать День Республики Валикова максимально колоритным. А жившие традиции никого не оставили равнодушными. Все мы, переполненные гордостью за свой родной край, за нашу родную Чувашию, сегодня еще раз возвращаемся в нашу историю, к нашим традициям, обычаям, обрядам. Мы чествуем всех тех, кем гордится наша родная Чувашия, наших передовиков, на их отношение к труду. Стараемся воспитывать нашу молодежь, подрастающие поколения. И сегодня все мы хотим одного, чтобы наша родная Чувашия процветала. Дарина Игнатьева, Дмитрий Ковалев, Россия Мухаммедов, Андрей Спиридонов. Республика. В Валиковском районе сегодня открыли и новые социальные объекты. Это уже стало доброй традицией Дня Республики. Где в праздничный день перерезали красную ленту, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. День Республики отмечают не только жители районного центра. Праздничный марафон стартовал в деревне Елгышева. Здесь открылся фельдшерско-акушерский пункт. В регионе программа строительства новых ФАПов реализуется успешно. Уже было возведено более 100 объектов. И пошли на второй шаг. Еще 50 ФАПов. И практически в следующем, в 2017 году, полностью программу обновления, модернизации и строительства новых ФАПов мы в сельской местности завершаем. В Валиковском районе в 2017 году построим тоже несколько ФАПов. Касаясь медицины, в этом году мы не чуть ли там 13 миллиардов рублей выделяем для того, чтобы своевременно выявлять болезни. Для этого мы проводим на безвозмездной основе диспансеризацию. С появлением ФАПа качественная медицинская помощь станет ближе. Кабинеты оборудованы необходимыми аппаратами для диагностики заболеваний. Открытие нового пункта в деревне с нетерпением ждали пенсионеры и многодетные мамы. Если раньше им приходилось добираться до районной больницы, то теперь врачи Волгышева работают в шаговой доступности. Новый ФАП будет обслуживать пять окрестных деревень. У меня пятеро детей и открытие нового медицинского пункта я ждала больше всех. Потому что добираться в районный центр на осмотр к врачам с детьми тяжело. Сейчас мы будем приходить сюда. Наша жизнь улучшается с каждым днем. А у жителей Аликова сегодня появилось новое место для отдыха. В центре села открылся уличный музей. В экспозиции представлена этническая культура верховых чуашей. На импровизированных подворьях вышивали скатерти, делали свистульки из глины и готовили национальные блюда. Здесь расположились мастера кузнечных дел. Анатолий Афанасьев выставил на показ гостям все свои работы. Глава республики обошел все подворья и остался доволен увиденным. Михаил Игнатьев отмечает, что в этнографическом музее можно устраивать и живые уроки для школьников. И пивоваренье показали, и ремесло показали. Теловоду свое мастерство. Кто занимается вышивкой, они вручную показывают, как они умеют это красиво делать. Это наше богатство. Богатство жителей Аликовского района. Богатство жителей народа чувашьего. И мы вот это не только должны сохранять, мы должны дальше совершенствоваться и укреплять. А этот мост станет новым символом для молодоженов района. Первый замок на него уже повесили. Эти молодые пары заключили семейный союз именно в День Республики. Хочется пожелать много детей, счастливых, жизнерадостных, энергичных детей. Ко Дню Республики Валикова приурочили множество выставок, концертов и даже фестиваль Кулибинах. На центральной площади конструкторы-любители презентовали самодельную технику. И обычные агрегаты помогают своим хозяевам работать на полях. Рулуновый пресс-подборщик служит для формирования тюка круглого. Весом где-то 25-30 килограмм. Это мне обошлось, скажем, на 50 тысяч. Но он будет стоить где-то полмиллиона, может, такой агрегант. Потрудились на славу и юные изобретатели. Эти роботы и модели самолетов собраны руками учеников. Вчерашние школьники в День Республики отмечают двойной праздник. На центральной площади выпускники исполнили прощальный вальс. Медрик Ковалев, Андрей Спиридонов, Росель Мухаммедов. Республика. В честь праздника в Чебоксарах прошел очередной флешмоб. С некоторых пор это излюбленная молодежью форма выразить свои эмоции. Сегодня возле монумента матери изобразили главный символ государственного герба Чуваши – древо жизни. Как это было, видели наши коллеги с государственной телерадиокомпанией Чуваши. На флешмоб приглашали через социальные сети и средства массовой информации. На предложение откликнулись горожане самых разных возрастов. Ну а поскольку 24 июня День Республики было решено изобразить один из главных ее символов – древо жизни. Организованно и четко, буквально за несколько минут, люди выстроились и подняли вверх красные и белые флажки. Получился живой главный символ Чуваши. Все, так скажем, должны знать основные наши символы, что означает, и, собственно, попробовать самим принять участие в данном мероприятии. Ну, людей это достаточно. Тут у нас и участники, которые приехали на Чувашский Акатуй, тоже активно присоединились. К другим темам. Подарок ко Дню Республики получили 9 семей поселка Сосновка и вручили ключи от новых квартир по программе расселения аварийного фонда. Поздравить новоселов приехал глава Чуваши Михаил Игнатьев. Республиканская программа переселения реализуется успешно. За последние годы из ветхих бараков в благоустроенные квартиры переселились более 7 тысяч человек. Глава Чуваши лично контролировал этот вопрос. Я помню их возмущение, помню слезы этих семей наших ветеранов, которые жили десятилетиями практически, даже, можно сказать, больше, чем полвека прожили в этих бараках, нечеловеческих условиях. И государственная наша задача как раз предоставлять вот этим нашим дорогим ветеранам, малобеспеченным семьям, которые поднимали народное хозяйство после военных годов. Не скрывали в этот день свои радости новоселы 84-летняя Александра Степанова и семья Филимоновых. Очень много лет ждала. Мы вовремя дети войны. Всю жизнь нет в бараке жизни. Мы сюда, сосновку, приехали в 64-м году. И до тех пор в бараке. Я сама работала по 80-ти лет. Ну, жили в бараке. Все на улице, как бы. А сейчас будет квартира. Дают. Как бы, очень рады. Хотим сказать слова благодарности. Как раз накануне Дня Республики произошло такое большое событие. Так долго мы его ждали, мы очень рады. Спасибо, хотим сказать всем большое. Новые условия нас очень устраивают. По сравнению с тем, что у нас было, это просто супер. У меня будет своя комната. К новоселью в ближайшее время готовятся еще 33 семьи из Сосновки. Это произойдет в рамках реализации третьего этапа республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Когда мы посещали Заволжье, нас просили, чтобы жилье же построить именно здесь. Они хотели же остаться здесь. И поэтому было принято решение строительства домов именно Сосновки же. И всего мы переселили 73 до этого. Еще 42 семьи. Получается 115 семей. Ну и еще 45 семей. В перспективе еще такие же дома мы построим. И всех здесь обеспечим. Практически аварийных домов не останется. Помимо строительства новых домов Заволжье благоустраивается и территория. Прокладываются новые дороги и тротуары. Появляются детские площадки. Освещаются улицы. Родион Архипов, Андрей Шоклев. Республика. Двойной праздник. Помимо Дня Республики, сегодня еще одна знаменательная дата для всех верующих Чуваши. День Теза именинства митрополита Чувашского-Чебоксарского Варнавы. Глава Чуваши Михаил Игнатьев один из первых поздравил владыку Варнаву. Поздравляю. Спасибо, пожелаю еще долго-долго служить. Для того, чтобы много было положительных эмоций, чтобы у всех служителей было хорошее, приподнятое, дофтофенное социальное состояние. На встрече обсудили и строительство Большого соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского в Чебоксарах. Этот храм строится за счет средств Чувашской митрополии и пожертвований с привлечением подрядных проектных и строительных организаций. День Республики с широким размахом отмечается во всех районах республики. По традиции, в этот день в Чебоксарах состоялся в Чичувашске Акатуй. На праздники побывала глава Чуваши Михаил Игнатьев. История древнего праздника уходит в века. Во все времена крестьяне, завершив весенние полевые работы, собираются на отдых. Массовые гуляния, народные забавы и танцы. С прошествием времени все осталось по-прежнему. На всю Чувашске Акатуй съехались более 400 земляков из 23 регионов России. Нижегородская, Иркутская, Оренбургская областей. Многие из них приезжают на малую родину не первый раз. Мы даже подружились здесь с многими из других районов, с областей, с регионов. Поддерживаем связь по интернету. Очень большое желание приехать сюда и породниться с родными Чуваши. Но это, наверное, все-таки преемственность поколения, чтобы это все было, чтобы это продолжалось, не терялось, не рвалось. Все-таки, да, это очень важное дело делаем. Предки зовут нас к себе. С каждым годом участников становится все больше. Все творческие коллективы, которые приехали к нам, они обогащают культуру российского народа. В этом наша духовная сила, в этом сила и мощь нашей России. А это наше богатство. Богатство Чувашей. Богатство всех тех людей, которые неравнодушны к родной земле. Главные герои этого праздника – крестьяне и фермеры. Те, кто ежедневно возделывает землю, трудятся, не покладая рук, и делятся дарами. В Чуваши активно поддерживают начинающих сельхозпредпринимателей. Почетные грамоты, сертификаты и денежные гранты были вручены более 40 фермерам. Ксения Сумкова из Чебоксарского района получила грант на развитие семейной животноводческой фермы на сумму более 4 миллионов рублей. В нашем хозяйстве находится промышленный цех на 40 тысяч кур несушек. Сейчас мы планируем построить цех подращивания. Именно на этом мы получали наш грант. В свою очередь данное оборудование повлияет на увеличение производимой продукции. В Чувашске Акату – пример того, как древние обычаи и традиции сегодня тесно переплетаются с современным укладом жизни. Это праздник, который объединяет тысячи земляков. Это важно, когда все собираемся, празднуем этот праздник, замечание, празднуем День Республики. Самое главное, я считаю, это важно для наших детей, чтобы они помнили обычаи. Вот мы в этом году провели третий раз детский праздник Агадуя, Ачабача Агадуя. И практически тысяча детей в национальных костюмах, национальных нарядах. И девушки, и юношки собрались со всех районов нашей республики. Вот это важно, я считаю, что традиции сохраняются. На Красной площади выросла целая этническая деревня. Живые картины народного быта, обрядов, праздников. Окунуться в историю мог любожелающий. Народные умельцы показывали свое мастерство, вырезали по дереву, занимались валянием обуви и показывали чудеса у заплетения. Кто хочет покатиться? Сам! Многогранная, многоликая чувашия со своими обрядами, обычаями и традициями. На время праздника Красная площадь стала этническим калейдоскопом. Моя леонтья! Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика. В рамках праздника Акату сегодня в Чебоксарах прошел День фермера. В столице Чувашии собрались сельхозпроизводители со всех районов республики. За круглым столом делились опытом, говорили о проблемах и возможностях. Заниматься фермерством в нашей стране – дело рискованное. Климат суровый, энергия дорогая, закупочная цена не всегда оправдывает вложения и затраты. Без поддержки государства не обойтись. С 2012 года в России появилась программа поддержки молодых фермеров. Такую помощь могут получить те, кто занимается сельским хозяйством не более трех лет. Сумма гранта в нашей республике – 1 миллион 100 тысяч рублей. За пять лет его в Чувашии получили 250 человек. За счет этих средств были приобретены 100 голов овец. И на оставшиеся средства были приобретены стройматериалы и сельхозагрегаты для заготовки кормов. На данный момент в нашем хозяйстве содержится около примерно 500 голов овец. Обрабатываемая площадь под многолетней травой составляет около 40 гектаров. С 2016 года наше хозяйство постепенно открывает новое направление. Отдавать деньги государству не придется. Так что помощь хорошая. Однако всех проблем не решает. Во-первых, еще полтора года назад на выделенные деньги можно было бы купить, например, трактор. Сейчас расценки совсем другие. И неплохо было бы поднять сумму гранта в два раза, отмечают аграрии. Во-вторых, даже при получении гранта не обойтись без кредитов, а банки рассматривают сельхозпроизводителей как высоко рискованных заемщиков. Мы подходили насчет кредитов, как молодые. Нам не давали кредита в самом начале. У нас семья многодетная. Четверо иждивенцев было. Дети тогда были маленькие. Даже на ЛПХ мы кредит получить не смогли. По мясному скотоводству, хотелось бы, что сказать, отсрочку по... Ну, Росельхозбанк не дает отсрочки, получается, больше 12 месяцев. А то есть, вы сами понимаете, если заниматься мясным скотоводством, там надо минимум 5 лет, чтобы хотя бы отбить свои деньги. Вот хотелось бы обратиться к вам непосредственно, чтобы хотя бы те, кто получал по начинающему ферму, чтобы к ним более как-то лояльно относились. Сроки погашения кредитов, размер ставок – это вопрос к банковскому сектору. Для того, чтобы его решить, понадобится объединить усилия на федеральном и республиканском уровнях. Ну, а сегодня гранты получили еще более 30 победителей программ по поддержке начинающих фермеров и семейных и животноводческих ферм. Ольга Пыречкина, Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика. Столица Чувашии прошел конкурс прикладного искусства «Русь мастеровая» на призы главы республики. Он традиционно собирает талантливых мастеров со всех уголков России. В этом году девиз фестиваля – «Любовь к труду у людей на виду». Вот уже в 14-й раз Чебоксары становятся центром декоративно-прикладного искусства. И не случайно наша республика издревле славилась своими ремеслами. Вышивка, ткачество, гончарное дело. В этом году участники соревнуются в 10 номинациях. У них есть один день, чтобы выполнить задание. Я приехала сюда впервые и не знала, что можно делать заготовки. Я начинала работу с нуля. Поэтому мне очень трудно. Я буквально с 11 часов села и сижу работаю без перерыва. Эта работа экспром там делается. Как я уже сказала. Я не могла представить, что я буду делать до самого последнего момента. Мастеров собралось немало. 54 человека из 17 регионов России. У каждого свои секреты. Елена Алферова из Краснодарского края плетет кукол из талаша, листьев кукурузы. Если замочить и выполнить, то он очень мягкий, податливый, благодатный материал. И он еще есть вот такого порядка, что сама кукурузка белая, а есть окрашенная кукурузка, естественно, именно красная. И тогда создаешь мотивы такие, что интерес к кукле вот такой, чтобы был. Посмотреть, как ткут ткани, врезают по дереву и расписывают камни, может любой желающий. Конкурс проходит прямо на улице. Ремесленники решили удивить гостей фестиваля своими лучшими работами. Идея мастера продворена очень оригинально в ракетике. Все вручную, да? Конечно, надо иметь огромную вносливость и делать с душой. А то ничего не получится сделать. Работа мастеров оценивает компетентные жюри. Лучшие из лучших получили награды от главы Чуваши и Михаила Игнатьева. С каждым годом географии участников расширяются. Русь мастеровая – творческая площадка, которая позволяет сохранять и развивать традиционные виды ремесел, а также укрепляет культурные связи между регионами. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Расиль Мухаммедов, Андрей Спиридонов, Республика. Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» уже давно стал неотъемлемой частью Дня нашей Республики. О том, как проходит фестиваль, смотрите далее. «Родники России» вот уже 24-й раз радуют жителей и гостей столицы своими музыкальными выступлениями. Песни и танцы вновь объединили разные национальности на главной праздничной площадке столицы Чуваши. На этих традициях, можно сказать, выросло одно достойное поколение. Мы всегда бережно относились к многогранной российской культуре. Единственные ценности мы должны уважать, сохранять и укреплять. Ибо от этого зависит наша сила, от этого зависит наша доброта, от этого зависит любовь к своей земле, к своей родине, к своим родителям и уважительное отношение к старшему поколению. Я благодарен всем тем регионам, которые находят время, ресурсы, энергию свою, духовную, нравственную силу, чтобы приехать сюда. За всю историю фестиваля у нас выступали ансамбли из Армении, Бельгии, Венгрии, Египта, Италии, Китая, а также Кубы и Намибии. Фольклорные, хореографические, инструментальные. А всего 17 художественных коллективов из разных уголков нашей страны приехали на этот раз в столицу Чувашии. Помимо коллективов из нашей республики, свои номера показали ансамбли из 16 регионов России. Оставаться в стороне от этого праздника было просто невозможно. Вот и заместитель председателя комитета Госдумы Алена Аршинова не смогла устоять на месте и приятно удивила всех жителей Чувашии. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В огромном хороводе нашлось место всем, кто увлекается народной культурой, взаимообогащаясь коллективы, двигаются вперед, сохраняя преемственность и приобретая новые краски. Национальное телевидение Чувашии поздравляет всех жителей республики с праздником. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова